Продолжение следует... 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 заказчик мастер нет если кольчуга выдерживала заказчик а если не первые он мастер продать мастер 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 в россии мастер которая есть в как на форту а нет богатство урала объясняет не то пророки несли мешок сандрига ценности мешок зацепился за край одной из уральских гор и все богатства рассыпались помни во многих богатство уральских гор по многому в саде и как что варь она по ней перевозили стало готовыми металл поскольку это кто владел владел всей империи грандзаводский чтобы искали была найдена гора стоял но если пациент долл взятая в органе это время само по и после этого не стало действительно махитовую гору слили до подошвы в ней были такие минералы как вчера но что придется самосвет также меморально и уже через несколько дней в том месте остальные обман а а а меня м м м есть золотые платино. Добывали огромные самоладки, а вскоре стали добывать и золото, просиливать из реки. Начало развития. Сейчас мы всех запечатляем для истории. Алена, лицо подними. Красавица. Сейчас смущается. Так, машинку тоже запечатлели. Там Вова прячется, 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 а я его вижу. Так, 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 так. О, все сохранены для истории. Начало развития дурной промышленности, в часовой. Берет свое начало в пассыне, как Иртыша, проходит через Камец-Уральский, пересекает Екатеринбург и задевает Нижний Тагил. И доходит до имения Кстрогановых в Перми. На своих владениях Кстрогановы сразу отменили крепостное право. Они считали, что эксплуатировать исключительно тупую силу менее выгодно, чем применять также таланты и умственные способности людей. Строганов мог набирать себе в подданные любых людей, в том числе и не писанных. И их, и самого Строганова мог судить только царь. На 20 лет Строганов освобождался от налогов. Таким образом, владение Строганов превращалось в самостоятельный субъект федерации. Позже Иван Гродный дал сровну писанную грамоту, который велел закрепиться на тех местах, где они нашли соляные нити, поставить крепости, небольшой город, отряд, так сказать, быстрого реагирования для защиты от набегов сибирских племен. Строганов нанимал в себе в армию казацких атаманов, в том числе Ермака. Поход Ермака в четыре раза увеличил владение Россией. Но Ермак не согласился отдать захваченные владения Строгановым. Он поклонился царю. После этого стал работать принцем земные богатства Отечеству, себе имя. В то же время на заводах Строгановых трудилось множество подневольных горнерабочих. Наряду со взрослыми там у слонков стояли, у слонков работали 12-летние дети. Рабочим давался всего лишь небольшой перерыв осени на осенокос. Нигде так не осенили себя крестным знамением, как на Урале. Очень огромное количество памятников было поставлено Александру Освободителю. Большинство из них на собственные сбережения рабочих и подневольных крестьян. Редактор субтитров А.Семкин